Я в шоке. Куда вообще я приехал? Колонна автомобильной, которую здесь собрал Алекс, я приглашал. Сначала едут стоковые автомобили, потом уже подготовленные внедорожники. Потом с нами едет Джелька, ваша любимая, Эльмар на белом рейнджовере. Тундра, которая с нами тоже каталась. Ну и мы уже замыкаем всю эту колонну газиком и кразом. Краз последний прямо проминает землю до самого ядра. Убивает поле, чтобы год еще сюда никто вообще не заехал. Да, и вы пишите комментарии, что мы убили все туазимы и борщевика. Команда анти-борщевик в деле. Чёрная русская. Чёрная русская. Чёрная русская. Чёрная русская. Итак, мы на легендарной Тверской земле. Приехали все-таки. Посмотрите внутри, как это все происходит. Канал не тормози, я смотрю уже года 4, может быть даже 5. Поэтому мы познакомились. Это было очень интересно. И сейчас посмотрим, как здесь кто катает и какая здесь локация. Потому что сколько я смотрю, у них по-моему здесь упровод происходит. Круглогодично. Если нас постоянно хейтят за то, что летом у нас мало упроводов. Потому что у нас такой регион засушит. Здесь постоянно все всегда заполочено. Поэтому мы приехали в столицу упровода. Вторую столицу. А первая столица у нас что? С первым прилётом. Нет. Это уравновешенный человек. Здесь не чёрная. ШУМ МУЗЫКА Р positivist. Трэйн Респонс не помогает. Ну, кстати, присосало. Там вообще нормально. Да ничего, если что, мы кразов тебя всегда вытащим, дружище. Я в шоке. Куда вообще я приехал? Пока происходит какой-то хаос на первый взгляд, но это почему? Потому что как воронка, да, мы должны из этого поля сойтись в узкое горлышко и дальше уже все вместе пойдем друг за другом. Я так правильно понимаю и как мне объясняли. Поэтому пока не беспокойтесь. Самое интересное, что впереди. Который год нас удивляет. Вообще на лайте, да? Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Была яма, стоял на ровном месте Думаю сейчас чуть назад и пойду по тверденькому Пойди посмотри колесо как провалилось Пошел по жиденькому Мы утроим паровоз Зацепляйтесь вдвоем, не тащим А вы лебедку вытянете или чем? Просто мы лебедку не порвем на газоне, я боюсь Ну, вчера вытащили его примерно с такого же газоновской лебедки Чего мы не сделаем за якорем тут, короче И охрен вытащишь, короче Он якорем будет хорошо служить Я вместо якоря сегодня А какие комментарии тебе больше пишут? То, что ты мажор или то, что ты весь кредит? Одинаково Мнения разделились 50 на 50 Ну, на самом деле Ну, и что здесь такого? Ну, в кредит там покупаем что-то Так же, как любой бизнес, Вадим Да и вообще, вот вы все, наверное, знаете Любой бизнес, он существует за счет оборотных средств А у каких-то компаний оборотных средств вообще не хватает Да, если надо какое-то новое направление открыть Нужно расширяться, вот, допустим Нужно холдингу какому-то Или малого бизнеса Ну, где взять оборотку? Нужно взять кредит На моем опыте, кстати Было много ситуаций, когда нам надо было расширяться Новое предприятие открыть Кредит не дают Ну, как не дают И вы просто долго оформляют тебе что-то все Тянут резину Вот, вот, вы получите Принесите еще одну справочку Вот пакет документов А вот откройте счет Пока ты его откроешь Там еще неизвестно Тебе вообще кредит отодобрят, дадут Не дадут Такая вот катавасия, которая тянется месяцами Ну, вот, если, допустим, хочу узнать Дадут ли мне вообще кредит, в принципе На какую сумму И хочу узнать, как можно раньше Вот, Тиньков, можно узнать сумму кредита для бизнеса До открытия счета И больше не нужно будет посещать офис банка Никаких очередей, ожиданий и времени, потраченных на дорогу в банк Ну, это тоже, как бы, ваше время, ваши деньги Не нужно собирать огромный пакет документов Не нужно открывать РКО до того, как принято предварительное решение Достаточно заполнить анкету и загрузить выпуск по счету А банк рассмотрит вашу заявку в течение двух минут Поэтому, друзья, предприниматели, мои дорогие друзья Переходите по ссылке в описании Чтобы узнать сумму кредитов Тиньков для вашего бизнеса Без открытия расчетного счета Всем удачи! Красс настолько сильно сидит, настолько он тяжелый Что уже якорь поставили, но нас обоих стаскивает к нему Сейчас поставят шишибу еще якоря И тогда мы его выйдем Газоном тянем краза По газону якорит еще три машины Газон, сил и газон Капец Ты что, какой-то популярный с тобой фоткается? Не знаю, может перепутали с кем Смотри, какая яма попоится Да ладно Офигеть Сейчас бы Эльмара прогнать рэнгловер по этой колее Посмотрим, как он справится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заметьте, я никогда на гелике не ездил за бродник Вообще-то сапоги язычка одевал Я потому что езжу тополайтер всегда Ты в кроссовках, так? А здесь ребята с Аней, он всегда уверен, что может вот так вот в воду заехать И что у них как бы больше скилла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нима вообще не газуется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Колесо спустило, колесо шипит, слышишь, Антон? Сейчас темнокожий брат поедет. Я не поеду там. О! Боятся, даже крас проехал, Никита даже, который вообще не умеет ездить. Ни на чем. Да Никита умеет только на стоянках для дальнобоев стоять, душ искать. Да ладно. После этого Эльмар обязан это сделать просто. У него вообще даже ни капли воды на решетку грузиатора не попали. Он все рассекал. Если Джейль пролетит, после Джейль Эльмар по-любому даст. Вот, смотри. Давай в пол! Хорош! Делаем ставки, в объезд поедет? Не, поедет. Мне кажется, поедет грязь. Больше закипело уже трой. Ну, я думаю, там, ну, на грани вскипа уже жесткого. Уже свистит утюг. Эффект не всех с элементами дрифта. Никитос, ты где-то же должен сейчас очиститель достать по-любому. У меня есть. А, ну что, не взрываем? Куда? Ты повеси еще. Повеси нас, как заводить. О, 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 о. Что, надо отходить! Хорошо, когда есть крас, да? Да, да, лаптежник. О, пошло, пошло там крас. А если бы краса на него уронить? Есть такая вероятность? Есть вероятность контента класса. Давай, давай, Миша, диаметр еще. Идея хоть дурацкая, но зато моя. Отключи передок. Передок отключи, нас блокирует. Какихера, тебя жобок отошел, да? Может, ты камеру вырвал? Давай. Камеры нет. Смотри, сейчас будет дырка вон там, отверстие. Видишь? Ага. Ну, камера порвана. У меня есть камера запасная? У меня есть два колеса запасных. Давай менять. Надо просто понять, отчешение подходит многого. У Миши просто нет опыта преодоления колей. Поехал в разрез. Раз он, наверное, вырвал камеру. Все остальные уезжайте туда дальше, а мы теперь застанем. Поехал в техниках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это жесть какая-то с твердым знаком. Леха на СИК-7. Это вообще, ну, в хорошем смысле слова. Он просто псих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом вот такие люди рассказывают, да там нормальная дорога, я на свои СИК-7 проехал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человек проедет на своем стоковом УАЗе и не проедет без опыта. А тут СИК-5 быстрее проехал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну смотри, ну видишь, он ездит. Да, так их много таких, там по приложениям смотришь, их дофига. То есть люди строят на базе этих машин там лютых проходимцев. Проходимцев? А почему именно на базе вот таких спортейджей? Это же вообще паркетник, считай. Может, он суперлегкий, у него какие-то там узлы, агрегаты, очень подходящие для этого. На нем же понижайки нет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, стой, смотри, несет. Там прицеп, вот так. Его надо сзади снимать, как прицеп скачет. Что, будешь брод брать? Да? Брод будешь брать? Нет? Да. Сейчас поедет Крис за рулем через брод. О! У! У! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Пару льдин с собой забрал DimaTorzok 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 Аж капот открывается. С боком Никита свалит. Наш Бог нас волной снесет. Ну вообще ты жестко, еще и боком. Будто вообще я прям аж это... Поджалось. А оно еще страшное брода не знаешь, и он кренится начинает, Бог его знает, что там, может там 5 кразов таких уже боком лежит просто. Водой, да, все что хочешь. Короче, крутый эффект, супер. Мне нравится. Да? Слава Богу. Никита, тебе однозначно при зрительских симпатии за открывание капота, пока ты ехал, он там хлопал нам. Там чуть у меня капот не открылся. Я за руль схватился просто и вместе с ним вот повторял все эти амплитуды колебания кабины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, потихоньку все хорошо, по чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде на осень договаривались, а то весной начал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы его подловили, он объехал, все. Играет музыка. Играет музыка. Все обладатели гламурных внедорожников стоят, ждут, посмотреть траекторию и потом уже проследовать по ней. Смотреть, где более-менее, чтобы не утонуть. Все нереально, все топят свои тачки. Давайте посмотрим. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Первый раз вообще без машин приехал. Просто зрители не покатятся. Народ катается. Все друг друга знают, все знакомые. Играет музыка. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое? Да он вообще как газовет. Да я на 10 метров уйду, потом газой. На километр беги. Я не понял, почему у него вечный эльмар? Почему у него вечно дым из выхлопа? У него там кальянщики свои сидят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едет голосоухи, записывает на телефон и спокойно одной рукой рулит. Вообще пока. Машина реально едет. Вот этот Спартеш с нами уже ездит, наверное, год или два. Я уже не помню столько, но очень давно. Всегда везде все спокойно трохло. Красавчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У него муфта, что ли, отключается полный привод? Да, там, когда долго сильно буксуешь, перегреваются муфты, передний привод отключается, он становится заднеприводным. Буквально 5 минут остывает машина, что в порядке. Эльмар, вопрос. После рейнджа какая будет тачка? Только рейнджа. Ты уже начал пересматривать себе? Нет, на самом деле после рейнджа я не знаю, что брать. Все? Ну, то есть после рейнджа жизни нет? То есть ты достиг уже максимума жизни? Нет, можно взять, но только свежее, там, в следующем поколении уже получше. ВОК. Да. Братан, вот скажу, ВОК это комплектация, ВОК, Виндсмистер, автобиография. Потому что некоторые в комментах пишут, там даже у всех пукан бомбит, пишут лендровер, рейнджровер, это, то есть, модель, марка, ну, там, люди поймут. А ВОК это комплектация идет. ВОК это комплектация идет. Капец, он проехал вообще на легке. Капец, он проехал вообще на легке. Капец, он проехал. Капец, он проехал. Продолжение следует... Продолжение следует... У многих возник вопрос, почему не на гелике. Мы приехали в гости к нашему очень хорошему другу, мы знакомы уже несколько лет. И раз так совпало, свери, почему бы не побывать на покатушке. Нам дали машины покататься. Огромная благодарность Евгению Павлову, у которого здесь есть, кстати, парк. Парк-полигон называется. У них здесь даже есть и профили в разных соцсетях. Можете переходить по ссылкам в описании. Мы просто приехали, выбрали машину, если вы видели в прошлой серии. Поехали в них кататься, что кайфово. Вон, крас, едет. Парк-пай-пай-пай-пай-пай-пай. Парк-пай-пай-пай. Парк-пай-пай-пай-пай. Парк-пай-пай. Парк-пай. 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 Я пытался объехать везде очень глубокое, как по колея. И уже начал вот так во всяком. Канчай, канчай, канчай! Засадили крепко, давай! Покажи класс! Вообще! Ровно вместе! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Играет 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 музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эльмар Черноморских, как дебют прошел? Вообще отлично. Ну, подсыпивал чуть-чуть, да? Ну, здесь да, на самом деле. Я просто еду и перед лубом лужа, там в лобовое. Ну, ты отчаянно мог набрать воды. Фильтра проверь. Фильтра проверь. Да, нормально? Я сказала, давай поцеплю. Говорит, не, не, я сам, сам проехал. Ты представляешь, как у меня кровь там кипит? Души, да. А вот это, зря. Назава! 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 Так, ну что, подошел этот день к концу. Ну, на самом деле, кайфово было. Мы наконец-то увидели настоящий оффроуд, который мы в жизни никогда не видели. Ну, это ирония. Вы постоянно же пишите, что езжайте туда, езжайте сюда. Мы получили опыт, получили эмоции. Было реально прикольно. И хочу отметить несколько машин. Мне очень понравилась CX-5 Mazda. Это Леха, он неоднократно нам приезжает. Ну, блин, казалось бы, он там не должен проехать. Он все равно едет. Даже вот он едет лучше, чем заведомо более подготовленные, более как бы... Скиловые машины. Да, более скиловые машины. Но самое главное, почему мы здесь оказались, я сегодня уже там немножко говорил вам. Мы приехали сюда вообще в гости. Почему мы без гелика, без машин? Мы приехали в гости отдыхать. И так получилось, что город Тверь, да, здесь есть канал не тормози, здесь есть. Самое важное, куда мы приехали, это парк Павлова. Это парк имени Евгения Павлова, к которому мы приехали. И он нам предоставил всю эту технику. Мы реально кайфанули, потому что мы мечтали давно поездить именно на таких грузовиках, на Кразах. Еще, кстати, КАМАЗ нам обещали. КАМАЗ Трехмостовый, это вообще моя мечта уже лет пять прокатиться. И нам обещают летом приехать. И самое важное, что мы завтра едем в этот парк и будем вам показывать там, что вообще есть, какие там есть препятствия. Там они есть искусственные, есть и естественные, природные. И это будет, я думаю, более интересно, возможно, да, чем сегодня. Ну, более разнообразно на самом деле. Ну, вот эти горки, холмы, вы там насыпаете, я так понял, какой-то курган? Знаешь, нет, у меня, ну, я насыплю большую гору, естественно, а так у меня получается, что, ну, как бы, препятствия на разный вкус. И горки есть, и ямы есть, и грязь есть. И под разный вид техники. И под разный вид техники, да. То есть, и есть трасса просто под легковушки, чтобы приехать покататься, да, там, кому не нужна грязь, на самом деле. А кто хочет перевернуться, тоже там есть такие препятствия. Мы смотрели, кстати, у канала «Не тормози», тоже видосы выходили. Ну, есть кайфовые там мероприятия, когда грузовики там на бок в расщелину сваливаются. Поэтому это вы все увидите в следующей серии. Это у нас все произойдет завтра. Поэтому такая подготовка вас. Вы всегда ждете, что будет дальше, там, когда продолжение. Продолжение обязательно будет завтра. А сейчас мы заканчиваем маршрут, едем отдыхать. Всем спасибо. И спасибо огромное пацанам с канала «Не тормози», которые сегодня нас неоднократно выручали. Ну, и не только нас, вообще. Когда краска... Это ж маршрута, то есть это ж, ну, маршрут, как бы они предоставили этот вид. Как раз, когда, казалось бы, безвыходная ситуация лег, да, зацепили три якоря за газик и все вытащили. А Андрюхе вообще огромное спасибо. Так, все, погнали. Продолжение на следующей неделе. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Офигеть. Паш, смотри, черевички не намочи. Черевички? Черевички, штиблеты, бархатные тяги. Ха-ха-ха.